Пейзаж, натюрморт, портрет, интерьерная живопись и композиция. Такое разнообразие жанров встретишь не на каждой выставке. Всю эту мозаику объединила акварель. Причем совершенно отличная от той, к которой мы привыкли. Плотная, насыщенная. С первого взгляда больше похоже, что картины написаны маслом или акрилом. Сергей Андреяков автор новой методики возрождения акварельной многослойной живописи. Все, кто знаком с его творчеством, кто бывал уже в наших залах, отмечают особую виртуозность мастера, умение передать тончайшие нюансы и живописи, и каких-то композиционных находок. Нужно сказать, что это искусство всегда очень любимо зрителями, поскольку оно понятно, оно доступно. Такую живопись называют салонной. Пик популярности подобные сюжеты получили еще в 19 веке. На выставке работы нескольких мастеров, представителей школы Сергея Андреяки. Все они пишут о многообразии русской природы, о неповторимом очаровании небольших провинциальных городов, о глубоко русском и родном. Потому, несмотря на разнообразие жанров и авторов, общее настроение экспозиции, романтизм, гармония и легкая грусть о чем-то неуловимом. Одна из художниц, чьи работы можно увидеть в зале, Ксения Кашина, сама выпускница школы, а затем и академии акварели Сергея Андреяки. Сейчас преподает там же. Техника многослойной акварели. То есть не техника а-ля прима, когда в один слой пытаются прокрыть всю поверхность сразу, а это многослойная, длительная техника. Много сеансов и длительная работа. Наша техника – это реализм. Работа длительная, тонкая, для рассматривания пристального, близкого. Одна из первых персональных выставок тогда еще молодого, но уже многообещающего художника Сергея Андреяки состоялась именно в Рязани. Тогда же он провел здесь свой первый мастер-класс. С тех пор тесная дружба связывает учебное заведение и художественный музей. Помимо экспозиций, которые приезжают в Рязань, наш музей, в свою очередь, предоставляет материалы для выставок в стенах академии. И уже много лет студенты из Москвы приезжают летом, чтобы попрактиковаться в живописи, копируя картины из залов и фондов музея. Видно, что каждая эта акварель – это не сиюминутная, не очень быстрая работа. Это работа очень тщательная, кропотливая. Акварельная техника вообще очень сложная. И работать акварелью, даже дети знают, как это непросто делать, а что такое многослойная акварельная живопись. Мы думаем даже показать нашим зрителям во время работы выставки. Мастер-класс по многослойной акварели состоится в сентябре. Чтобы принять в нем участие, следите за новостями на сайте и в социальных сетях музея. Возможно, проведет его снова сам Сергей Андреяко, как 30 лет назад. А пока насладиться необычайными картинами можно ежедневно, кроме понедельника. Выставка работает до 25 сентября. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».